Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями средств массовой информации. Какие вопросы волнуют СМИ, узнаем в сюжете. Во время приветственного слова ректор Казанского университета обозначил повестку мероприятия. Причины возникновения неудовлетворительных условий проживания студентов в некоторых общежитиях и текущее состояние зданий. У нас нарушились все регламенты по вопросам нахождения наших студентов в этих общежитиях. Связаны тоже с известными событиями, с пандемией, когда большое количество студентов просто не могло уехать в летний период времени. Соответственно, мы не могли там проводить каких-то ремонтных работ и регламентных работ. Вот что мы делали каждое лето, когда часть студентов покидала территорию наших общежитий. Сегодня, независимо от того, что студенты живут, там проводятся соответствующие и ремонтные работы. Одна из проблем, обозначенных на встрече, перебои с горячей водой в ряде старых зданий студгородка. Как ранее сообщили представители администрации общежитий, неполадки возникали на участке трубы, не принадлежащей университету. Ректор КФУ выступил с инициативой проведения ремонтных работ за счет университета. Получилась такая ситуация, что эти сети, они просто бесхозны. Они не принадлежат ни университету, как выяснилось, они не принадлежат вообще никакой организации. Мы комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Наверное, в дальнейшем найдутся люди, которые нас будут обвинять, что мы не должны тратить собственные ресурсы на чужие объекты. Цена вопроса там более 5 миллионов рублей. На сегодняшний день нашли организацию, которая готова в течение двух недель провести все эти работы. Руководство Казанского университета также планирует произвести полную замену мебели и сантехники в старых общежитиях. На это выделено около 90 миллионов рублей. В заключении встречи Ильшат Гафуров рассказал об итогах приемной кампании в КФУ. Гордость университета более 180 поступивших ступальников. Радостно, что ряд решений уже найдено. И, наверное, мы должны поблагодарить тех самых студентов, которые вынесли эти вопросы в публичную плоскость. Можете ли вы гарантировать, что к ним не будут применены какие-либо меры давления? Потому что кто-то уже за них опасается. Может быть, они самим страшны. Все ли у них будет в порядке? За почти 12 лет моей работы вы можете привести хоть один пример, когда за какие-то активности кто-то был наказан. Вот этого не было ни в период предыдущей моей работы, ни в сегодня. Единственное, за что мы исключаем на сегодняшний день, это за несдачу квалификационных работ. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.